Самый страшный кошмар множества людей очнутся запертым в гробу на глубине нескольких метров. Воздух заканчивается, подступает паника, а счет уже идет на минуты. А потом ты просыпаешься весь в холодном поту и с облегчением понимаешь, что это был всего лишь сон. Но для некоторых кошмар стал явью. 19-летний Анжелио Хейс в 1937 году трагически погиб, разбившись на мотоцикле. Вернее, так все думали. Он врезался головой в кирпичную стену. У страхового агента были определенные сомнения относительно смерти молодого мотоциклиста. Спустя два дня после похорон тело парня было изгумировано. Анжела был живой, он впал в кому. Именно это помогло ему пережить чудовищные испытания. Тело расходовало меньше кислорода. После реабилитации Хейс поведал историю своего заточения в гробу. Он стал французской знаменитостью и даже изобрел специальный гроб, оснащенный радиопередатчиком, запасом еды, химическим туалетом и библиотекой, на тот случай, если кто-то повторит его судьбу. В 1993 году Сайфо Уильям Лэдши попал в чудовищную автомобильную аварию вместе со своей невестой. Его повреждения были такими тяжелыми, что его приняли за мертвого. Тело доставили в морг Кюханесбурга, где его переложили в специальный металлический контейнер, ожидать похорон. Спустя двое суток мужчина очнулся, обнаружив себя полностью запертым в темноте. На его крики обратил внимание персонал, и мужчину освободили. Однако отношения с невестой не удалось восстановить. Она была убеждена, что ее бывший жених теперь зомби, который просто преследует ее. В 1994 году 86-летний Мелдриан Кларк обнаружили в собственной гостиной. Она не дышала, ее сердце не билось. Старушку поместили в мешок для трупов, планируя доставить тело в морг. Однако спустя 90 минут женщина очнулась, полностью шокировав и напугав весь персонал морга. Однако спустя еще неделю женщина по-настоящему скончалась. В 2015 году у пары из Китая родился младенец с расщелиной неба. Парень и девушка не были готовы к ребенку с проблемами. Запаниковали и решились избавиться от новорожденного любыми способами. Так они положили его в небольшую коробку и закопали в неглубокой яме на кладбище. Спустя 8 дней местная жительница, собирав травы в окрестностях кладбища, услышала плащ, доносящийся из-под земли. Она раскопала могилу и достала ребенка, который выжил только благодаря тому, что коробка пропускала в воздух и воду. К сожалению, из-за недостатка улик пару не удалось арестовать. Родители малыша доказывали, что их сына пытались убить их собственные родители. Никто, конечно, не поверил, но доказать причастность родителям так и не удалось. Женщина, навещавшая захоронение родных в 2013 году в небольшом бразильском городишке, внезапно увидела мужчину, который выбирался из могилы. Его голова и руки были свободны, но он никак не мог вытащить нижнюю часть тела из-под земли. Свидетельница начала зомби-апокалипсиса позвала рабочих, которые помогли мужчине выбраться. Им оказался работник городского совета. По его словам, перед тем, как его закопали, его сильно избили, из-за чего он совершенно не помнит, как его именно хоронили. В 1968 году Майк Минни побил мировой рекорд, установленный американским диггером Оделлом, который пробыл под землей 45 дней. Минни позволил похоронить себя в гробу, где были отверстия для воздуха с доступом к еде, воде, а также телефон. Спустя 61 день Минни возник из-под земли, изнуренный, но в неплохой физической форме. Британский волшебник Энтони Бриттон самонадеянно заявил, что способен повторить подвиг Гарри Гудини, но вместо чудесного спасения едва чуть сам не умер прям под землей. Бриттон настоял, чтобы на него надели наручники и похоронили в сырой и рыхлой земле. Несмотря на тщательную подготовку, которая заняла 14 месяцев, Бриттон оказался не готов к реальному весу земли. Я едва не умер, рассказал Гудини. Я был буквально в нескольких секундах от смерти. Это было страшно. Давление почвы буквально обрушилось на меня. Несмотря на то, что я отыскал воздушный мешок, земля все сыпалась и сыпалась на меня. Я почти потерял сознание и ничего не мог поделать. В 2014 году в Северной Индии супруги попросили своих соседей проводить их маленькую дочку на ярмарку, на которую та хотела очень попасть. Но вместо этого оказалась в могиле. Соседи отвезли девочку в поле, где вырыли яму и бросили ее туда. К счастью, потасовку заметили несколько человек. И когда мужчина и женщина вернулись из сахарного тростника без девочки, свидетели испугались и решились проверить, куда делась малышка. К счастью, сама девочка почти сразу потеряла сознание и ничего не помнила о трагедии. И конечно, если было интересно, обязательно ставь лайк и переходи на канал, смотри другие видео. Всем огромное спасибо за просмотр, удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok